МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги недели подведем вместе в информационном выпуске Янаульского телевидения. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте. 43-е заседание Совета муниципального района 4-го созыва состоялось 5 февраля в районной администрации. Участие в заседании приняли председатель Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев и депутат Госсобрания Рамзил Низамединов. В соответствии с регламентом Совета в повестку дня было включено 4 вопроса. Заседание открыл председатель Совета муниципального района Ильдар Маликов с отчетом о результатах своей деятельности и Совета в 2019 году. В 2019 году была продолжена практика проведения депутатского часа. Данный формат работы необходим для обсуждения проблемных вопросов и совместного поиска пути их решения. В марте состоялся депутатский час по вопросам организации школьного питания. Мониторинг питания школьников был проведен членами постоянной комиссии по социально-гуманитарным вопросам охране правопорядка Раяновой Гузель Мавлевьевной и Мирсаяповой Алией Ингелевной. Для предварительного изучения вопроса они посетили 11 усреждений образования и комбинат детского питания. В ноябре депутатский час был организован по актуальным проблемам сельского хозяйства района. Во исполнении действующего законодательства в рамках проведения декларационной кампании всеми депутатами района в отчетном году своевременно представлено сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в администрации главы Республики Башкортостан. Уважаемые коллеги, деятельность депутатов в Совете не ограничивается нормотворческой работой. Более того, избиратель судит о работе своего депутата не только по участию на заседаниях Совета, а скорее по работе в избирательном округе. Глава администрации Наульского района Ильшат Вазегатов также выступил с отчетом о результатах своей деятельности и деятельности администрации в 2019 году. Ильшат Вазегатов доложил об итогах социально-экономического развития муниципального района за 2019 год и задачах на 2020 год. Ремонт дорог – это отдельная тема, социально чувствительная. И в 2019 году сделано намного больше объема работ, чем в предыдущие годы. Отремонтировано почти 68 километров автомобильных дорог. Это в суммарном выражении более 341 миллиона рублей. Из них по содержанию освоено 121 миллион рублей, по ремонту – 220 миллионов рублей. По поручению главы Республики Башкорстан Ради Фаритовича, в рамках территориального заказа району было выделено дополнительное финансирование в размере 79 миллионов рублей. И мы сумели использовать эти средства на асфальтирование улиц Азина, Маяковского, Куйбышева, центральную площадь по улице Азина, направить средства на ремонт улиц населенных пунктов в сельских поселениях, также в село Карманово, участвуя в республиканской программе «Родная улица». Кроме этого, мы активно участвовали в реализации республиканских программ «Посажено 15 тысяч деревьев и кустарников». К концу года смогли урегулировать вопрос сбора ТКО. На сегодня процент охвата составляет по площадкам 65% и 80% по контейнерам. Для полного оснащения необходимо дополнительно установить 189 контейнерных площадок. Из них в городском поселении 145 штук, в сельских поселениях 44. И 270 контейнеров на этих площадках на общую сумму более 6 миллионов 500 тысяч рублей. Коллеги, во многом качество жизни людей определяется состоянием дел в жилищно-коммунальном хозяйстве. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства за 2019 год составил 260 миллионов 800 тысяч рублей. Или это 115,3% к аналогичному периоду 2018 года. Теплоснабжение. На сегодняшний день Яновольский филиал АО Акционерного общества Башкомон Энерго, основной поставщик тепла, занимается эксплуатацией 11 котельных, 7 центральных тепловых пунктов и около 49 километров тепловых сетей. При подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов ими выполнена работа на сумму более 15 миллионов рублей. При запуске тепла осенью 2019 года выявились серьезные проблемы в работе. В связи с этим выражаю пожелания всех яновольцев, чтобы руководство предприятия несло полную ответственность за надежность в качестве теплоснабжения. Водоснабжение. В конце ноября ввели в эксплуатацию один из важных объектов инфраструктуры района, магистральный водовод Кисаккаин-Инаул, протяженностью более 18 километров. По водоводу основные работы завершены. Остались работы по врезке и монтажу 11 колодцев для переключения при возникновении аварий на водоводе взаимозаменяемые две трассы там идут. Срок до 15 марта. Выделенные средства более 100 миллионов рублей освоены за 2018-2019 годы. Последним вопросом 43-го заседания совета стало утверждение положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан. Изменения в положении озвучила начальник организационного отдела совета района Инзеля Ибрагимова. После того, как все вопросы повестки были исчерпаны, слово взял председатель государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. Он кратко подвел итоги социально-экономического развития района. Дорогие друзья, хочу передать вам слава и приветствие с добрыми пожеланиями от главы Республики Раде Фаридовича Хабирова, правительства, депутатов государственного собрания. Подводя итоги 2019 года, хотел бы отметить, что он проходил под знаком столетия образования нашей Республики. Праздничные торжества с участием высоких гостей прошли на федеральном, на республиканском уровнях. Историческое значение этого события особо было отмечено указом президента России. Башкирская Советская Республика стала первой автономой в составе России. Она заложила основы российского федерализма. Мы гордимся этим, гордимся трудовыми и ратными подвигами многих поколений башкортостанцев, благодаря которым наша Республика стала одним из ведущих промышленных, аграрных, научных, образовательных и культурных центров страны. Завершилось заседание вручением наград. За большой вклад в развитие местного самоуправления в Республике Башкортостан и активную общественную деятельность благодарность председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан получили 6 сельских и городских специалистов. Почетной грамотой Ассоциации Совета Муниципальных Образований Республики Башкортостан за большой вклад в развитие местного самоуправления и активную общественную деятельность награждены 9 человек. Почетную грамоту администрации Янаульского района получили 8 человек. С рабочим визитом 5 февраля в Янаульском районе побывал председатель Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. Он посетил коррекционную школу-интернат, где ознакомился с условиями проживания детей. Вместе с ним школу посетил глава администрации Янаульского района Ильшат Вазигатов. Гостям показали медицинский кабинет, спальный блок и столовую. Учебная мастерская позволит ребятам коррекционной школы получить полезные навыки. Классы оборудованы интерактивными досками и есть кабинет социально-бытовой ориентировки. Спортзал оснащен современным оборудованием, где желающие смогут заняться любимым видом спорта. Круглый стол на тему «Скажем, нет вредным привычкам» прошел в сельском доме культуры села Иткинеева 6 февраля. Мероприятие организовано в рамках республиканского конкурса «Трезвое село». Для зрителей было подготовлено выступление о том, какие варианты развития судьбы возможны у человека, злоупотребляющего алкоголем. Перед присутствующими выступила врач-психиатр Янаульской центральной больницы Дилара Гельмиева. Она рассказала о пагубном действии алкоголя на организм. Алкоголизм – это хроническое заболевание, характеризуется развитием патологического влечения к алкоголю. Это психическая и физическая зависимость от него. Конечно же, мы все знаем, что алкоголиками за один день не становится. Алкоголизм формируется в течение длительного употребления спиртных напитков. И алкоголизм является трагедией как для самого человека, который употребляет спиртные напитки, так же для окружения, для друзей, для семьи и в итоге для всего общества. У нас в районе на сегодняшний день состоит не такое большое количество населения, 211 человек. Вроде бы казалось бы, очень маленькая цифра. Из них всего четыре подростка, которые наблюдаются за употреблением спиртных напитков. Интересный и показательный опыт провела учитель химии гимназии имени Муксинова Филина Хайрулина. Опыт наглядно показал, как действует спирт на обычные продукты, которыми питается практически каждый из нас. И пока в колбах шла химическая реакция взаимодействия компонентов, она рассказала сельчанам о данных современной статистике злоупотребляющих алкогольными напитками. В заключении выступления педагог продемонстрировала, что в итоге стало с продуктами, использованными в опыте. О том, как молодежь участвует в общественной жизни района, рассказала директор Дворца молодежи Регина Хаматова. Одно из возможных направлений деятельности молодых людей – это участие в волонтерском движении. Иткинеевцы узнали подробно о том, чем занимаются волонтеры и как можно вступить в их ряды. Закончилось заседание круглого стола выступлением творческих коллективов. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, Служба новостей, Янаульского телевидения. Интеллектуальная полиолимпиада муниципального этапа Республиканской Олимпиады «Мы, гагаринцы» для детей старшего дошкольного возраста прошла в детском саду «Колокольчик» 7 февраля. В конкурсе приняли участие 19 победителей локального этапа. Каждый из них должен был решить 15 заданий. Тематика у них разная, а детей требуются различные знания. В условиях задач задействована и математика, и логика, и чисто писание. Как правило, именно полиолимпиада вызывает у ребят больше всего волнения. Задания непростые, и многие дети переживают, насколько успешно они смогут справиться с тем или иным заданием. Жюри оценивают каждую работу в соответствии с положением конкурса. Среди критериев, помимо правильности решения, требования к оформлению и аккуратности исполнения. Задания состоят из 15 упражнений по общему кругозору, по знанию геометрических фигур, величин, решению ребусов и графического диктанта. Задания в этом году необходимо отметить очень сложные, намного сложнее, чем в прошлом году. И мы надеемся, что сегодня победит самый лучший, самый умный из наших ребятишек. И наши результаты будут никак не хуже, чем в прошлом году. Необходимо отметить, что в прошлом году Тахаудинова Азалия, воспитанница как раз-таки этого детского сада, детского сада номер 7, стала победительницей республиканского этапа интеллектуальной полиолимпиады. Результаты сегодня будут уже к концу рабочего дня. Сейчас после того, как ребята выполнят свои задания, мы их проверим, проставим баллы в онлайн-протоколе и в своих личных кабинетах родители уже смогут ознакомиться к концу рабочего дня. Победитель будет отправлен на республиканский этап Олимпиады, который будет проходить в Уфе в марте месяце. В 125 лет со дня рождения исполнилось в этом году классику башкирской национальной литературы политическому деятелю, татарскому и башкирскому поэту Шейхзаде Бабичу. Очередное мероприятие, посвященное этой дате, прошло в читальном зале Центральной районной библиотеки 6 февраля. Несмотря на то, что Шейхзаде Бабич прожил всего 24 года, он успел сделать многое для народа. В своих произведениях он воспевал родную землю, призывал людей быть смелее, стремиться к лучшей жизни. Был активным деятелем башкирского национального освободительного движения и одним из членов башкирского правительства. Несмотря на молодой возраст, успел поработать председателем Всебашкирского союза молодежи Тулкын. Мы всегда восхищались и всегда восхищаемся творчеством Шейхзады Бабича. Он поэт, сесен, который любит свою родину и посвящает стихи, мелодию своему народу. В Центральной районной библиотеке у нас цикл мероприятий, посвященных творчеству поэта. А также мы не только по юбилейным датам работаем. До этого в Центральной районной библиотеке мы оформляли видеоролик по творчеству Шейхзады Бабича по произведению его «Азазель». Также в этот видеоролик мы показали в мероприятиях. И его стихотворение, его творство чем же понятен и чем же он велик. Он велик, он прославляет наш народ, наш язык, наше природное богатство и мелодию нашего народа. Завершающий этап муниципальных конкурсов «Учитель года Янаульского района» и «Учитель года Башпирского языка и литературы Янаульского района» состоялся в актовом зале гимназии имени Муксинова 4 февраля. По результатам всех испытаний были объявлены лучшие учителя нашего района. О том, кто стал победителем конкурса, смотрите далее в эфире. Заключительным испытанием для всех конкурсантов стало задание «Мастер-класс». Здесь каждый участник продемонстрировал свои профессиональные умения в различных методиках и технологиях преподавания, основанных на своем педагогическом опыте, а также тех новаторских идеях, что педагоги включают в процесс обучения. Каждый участник постарался проявить себя грамотным инициативным специалистом, раскрыть все свои возможности. В этом конкурсе я участвую уже второй год подряд. Я участвую, наверное, для меня первое место, не ради первого места, а для того, чтобы повысить свой опыт медагогический. Потому что, когда ты готовишься к конкурсам, к урокам, к семинарам, к Мастер-классам, ты стараешься показать что-то самое лучшее из своей работы. Я бы не сказал, что какой-то конкурс сложнее, какой-то легче. Нет, каждый конкурс по-своему у нас особенный. Например, если показывать урок, то есть не просто пришел, показал что-то, а нужно показать что-то интересное. Также на Мастер-классе тоже нужно показать что-то интересное, чтобы заинтересовать жюри, зал, чтобы всем было интересно тебя смотреть, слушать тебя. В этом году, кстати, да, чуть полегче стало. То есть ты уже знаешь, уже знаком с этими конкурсами, зная, что делать, как готовиться. То есть, когда я первый раз в этом году участвовал, было очень сложно, страшно, да. В этом году уже опыт есть, потому что намного легче. Конечно, это такое мероприятие, такие мероприятия, конечно, получается, я участвовала первый раз. Конечно, очень волновалась и пришлось изучать очень много материалов и очень много для себя я взяла. И, конечно, конкурсы были на уровне. Все участники очень добросовестно готовились к каждому конкурсу. И последний конкурс – это Мастер-класс. И вот именно Мастер-класс очень даже понравился, потому что все учителя показали свое мастерство, где можно взять себе, именно использовать в своей работе. Конечно, очень хорошие выступления были. Пока жюри занималось подведением итогов, для зрителей были подготовлены разнообразные концертные номера. Юные артисты посвятили свое выступление любимым учителям. После этого наступил самый долгожданный этап – награждение победителей. Диплом участников конкурса получили те педагоги, что не прошли финальный этап, однако достойно проявили себя на первых конкурсных заданиях. С успешным участием в конкурсе всех финалистов поздравила начальник управления образования района Эльвира Шаихова. Она также призвала и других педагогов в будущем стать участниками конкурса. По итогам муниципального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы Янаульского района» третье место присуждено учителю средней школы села Новая Артаул Алсу Асатовой. Второе место досталось учителю гимназии имени Муксинова Регине Мухамедшиной. Обладателем номинации «Я креативный педагог» стал преподаватель и организатор основ безопасности жизнедеятельности средней школы номер 4 Ленис Гильванов. В номинации «От призвания к признанию» лучшим стал учителем физической культуры средней школы села Карманово Алексей Султанов. Почетное третье место муниципального конкурса «Учитель года Инаульского района-2020» было присуждено учителю математики средней школы номер 1 Юлией Валиевой. Второе место – учителю истории и общества знаний средней школы имени Радика Гореева Андрею Тимираеву. В торжественной церемонии награждение приняла участие заместитель главы администрации района по социальным вопросам Гаухар Миндиярова. Она поздравила всех педагогов и выразила благодарность за профессионализм и ту заботу, что они дарят своим ученикам. По итогам всех конкурсных туров и решения жюри первое место присуждено учителю русского языка и литературы Инаульского лицея Гульнаре Фазлиевой. А лучшим педагогом, обладателем гран-при, стала учитель математики лицея Светлана Султанова. Теперь победители конкурса представят наш район уже на республиканском этапе. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей Инаульского телевидения. Таковы события уходящей недели. Впереди нас ждут выходные дни. Проведите их с пользой. 9 февраля ожидается ясная погода без осадков. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 21, минус 23, дню минус 15, минус 17 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснением местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 17, минус 22. При прояснениях до минус 27, дню минус 9, минус 14 градусов. 9 февраля. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1904 году, русский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» были блокированы в бухте Чемульпо в Желтом море. Силы были неравны, но матросы и офицеры не спустили Андреевский флаг перед неприятелем. По решению офицерского совета «Варяг» был затоплен, а «Кореец» взорван экипажем. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Все все помняты, и кто ничего не забыл? Завтра! Завтра у меня! День рождения! Хотите оригинально поздравить своих близких, родных и друзей? Мы можем сделать любое поздравление по вашему желанию! Поздравление на дни рождения, юбилеи, свадьбы! Воплощаем любые идеи! Вам надо всего лишь позвонить по номеру 52871. День рождения! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok